МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Минск станет столицей проведения Европейских Олимпийских игр в 2019 году. Такое решение принято на 45-м заседании Генеральной Ассамблеи Европейских Олимпийских комитетов. Участие в форуме принял президент Беларуси. Александр Лукашенко тепло поприветствовал зарубежных гостей. Во время выступления в зале Олимпийской славы НОК глава государства подчеркнул, что в Беларуси есть вся необходимая инфраструктура для проведения соревнований международного уровня. Александр Лукашенко также поделился своим мнением относительно формата проведения масштабных стартов и отметил, что все должно быть с душой. Надо проводить подобные мероприятия душевно. Надо, чтобы люди приезжали и не пугались этих мероприятий, а отдыхали. Надо сделать так, чтобы соревнования, виды соревнований и спортсмены, которые приезжают на эти соревнования, чувствовали себя идеально и показывали, или стремились показать самые высокие результаты. Надо сделать все для организаторов, для нас. Я надеюсь, вы все приедете к нам, если такое решение будет утверждено руководящими органами ЕОК. Надо сделать все, чтобы фанаты, болельщики, которые приедут, ну, чувствовали, что это праздник. Надо сделать так, чтобы вся страна в эти дни ощущала этот праздник, объединяли эти соревнования всех, не только в стране проведения, но в Европе, в мире в целом. И я пообещал нашему руководителю, что Беларусь именно это сделает. Все сделает для того, чтобы соревнования были добрыми, душевными, и чтобы вы никогда не пожалели, что приняли решение о проведении этой Олимпиады европейской в Беларуси. Мы уже не раз продемонстрировали, что Беларусь готова принимать международные турниры самого высокого уровня. Подтверждением этому служат успешно проведенные в стране чемпионат мира 2014 года по хоккею «Шайбы», чемпионат Европы 2015 года по художественной гимнастике. В текущем году на гребном канале в Заславле, одном из лучших в Европе, состоялся молодежный чемпионат мира по гребле на байдарках и кануле. Мы бережно храним наследие наших чемпионов и высоко ценим достижения выдающихся спортсменов из других стран. На их примере, с их участием утверждаются ценности олимпийского движения, и воспитываются новые поколения белорусских атлетов. И сегодня в зале Олимпийской славы Александру Лукашенко вручили орден Международной Федерации бокса за заслуги. Также руководитель НОК Армении вручил президенту подарок в честь 25-летия Национального Олимпийского комитета Беларуси, а также по случаю проведения Европейских Олимпийских игр в 2019 году. К подробностям встречи мы вернемся в следующих выпусках. Беларусь сегодня перечислит средства в счет погашения недоплаты за российский газ. Об этом заявил министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик. К этому дню сумма составляет 281 миллион долларов. В настоящий момент цена российского голубого топлива для белорусских газоснабжающих организаций составляет 132 доллара за тысячу кубометров. Беларусь в текущем году недоплачивала России за поставленный газ, считая контрактную стоимость несправедливой, обосновывая это тем, что мировые цены на голубое топливо снизились в разы. После долгих споров, которые начались в этом году, Россия и Беларусь пришли к компромиссному варианту. Он был озвучен в середине октября. Стороны договорились о межбюджетной компенсации при поставках газа, средства от которой будут использованы белорусской стороной для снижения цены на голубое топливо для национальных потребителей. Продолжается ликвидация пожара на площадке хранения Шим под Гродно. Здесь горит резина на площади 1500 гектаров. На месте ЧП уже на протяжении почти 10 часов работают спасатели. Сообщение о возгорании поступило около 4 утра. Пострадавших нет. В тушении пожара задействовано 20 единиц техники. МЧС сообщает, что угрозы для жизни жителей нет. Завершен подготовительный этап реконструкции трассы М6 Минск-Гродно. На отдельных участках строители даже приступили к основным работам. Подрядчиками стали белорусские предприятия, которые победили в международном тендере. На трассе будут обустроены многоуровневые развязки. Впервые в республике здесь установят разделительные дорожные конструкции. Это поможет увеличить максимальную скорость для легковых автомобилей до 120 км в час. И еще один крупный проект пока в перспективе – строительство дороги М10. Магистраль стратегическая выходит на российскую скоростную трассу «Меридиан», идущую в Казахстан и Китай. Это не просто вопрос внутренней мобильности наших граждан. Это вопрос транзита, вопрос торговли, вопрос экспорта. Мы решаем задачи, мы входим в мировую сеть дорог, транспортных коридоров. И тем самым привлекательность нашей страны для транзита возрастает. К событиям в мире. 24-часовая забастовка транспортников началась в Италии. В стране парализовано внутригородское и междугороднее сообщение. Большая часть самолетов в аэропортах осталась на земле. Не работают также школы. Акция протеста призвана заставить правительство отказаться от реформы трудового законодательства. Нововведение предполагает, что с процедур увольнения будут сняты всякие профсоюзные ограничения. Станет массовым явлением временный наем. При этом никаких социальных обязательств работодатель брать на себя не будет. Правительство указывает, что всему причиной кризис, который ото всех требует затягивать пояса. Мощное землетрясение несколько часов тому назад случилось на западе Японии. Сила толчков достигала 6 баллов и ощущались они на большей части территории страны. Эпицентр стихийного бедствия располагался в префектуре Таторий. Власти сообщают о разрушениях и даже о многочисленных пострадавших. Погибших, по счастью, нет. Известно также, что 4 крупные атомные станции, которые расположены неподалеку, от землетрясения не пострадали. Правозащитники из Amnesty International объявили, что самые популярные из телефонных приложений служат инструментами слежки за гражданами. Наихудшая репутация в этом смысле у Скайпа, Снэпчата, Блэкбери. Их Amnesty обвиняет в сотрудничестве не только с правительствами, но и с коммерческими организациями. Самыми честными, хотя тоже не без греха, правозащитники числят Facebook и WhatsApp. Примечательно, что именно Цукербергову детищу в последнее время особенно доставалось за попытки манипуляции пользователями. Facebook уличен в том, что производил селекцию информации в пользу демократической партии и администрации Белого дома. Они приставали в лентах новостей почти безгрешными. Полиция обнаружила в городе Тихуана почти трехкилометровый тоннель, соединяющий мексиканскую территорию с американской. Вход в него расположен в одном из служебных помещений аэропорта города Тихуана. Выход по ту сторону границы в подвале склада в городе Сан-Диего. Подробности власти не разглашают. Известно лишь, что подземным коридором доставлялись в Соединенные Штаты наркотики. Такие долговечные и дорогостоящие в создании сооружения для доставки нелегалов не используются. Расстояние, которое разделяет Сан-Диего и Тихуану, невелико, но удобные для прокладки тоннели и места держат под контролем полиция. Нынешний объект рекордной длины вырод в отдаленных кварталах, которые прежде властями никогда не обследовались. Конфликт между двумя азиатскими ядерными государствами-гигантами продолжает обостряться. Пакистан полностью запретил размещение индийского медиаконтента в своих газетах, на радио и телевидении. Это далеко не пустяк. Страны, тесно связанные в культурном отношении, теперь разойдутся еще дальше, лишаясь последних шансов на взаимопонимание. Нынешний конфликт вспыхнул летом на контролируемых Индии территориях штата Кашмир. Власти Дели ведут здесь ожесточенную борьбу с сепаратистами. В последние недели Индия нанесла несколько ударов по пакистанской территории, где, как заявляют в Дели, располагаются партизанские базы. Жертвы несут армии обеих сторон, не говоря уже о партизанах, которых в последние месяцы полегло более сотни. Олег Романов, телекомпания СТВ. Этой ночью стало известно, что ушла из жизни вдова и муза Владимира Мулявина, актриса Светлана Пенкина. Известность она получила благодаря роли Кати в телефильме «Хождение по мукам». В 1981 году вышел на экран фильм «Берегите женщин», где актриса сыграла одну из главных ролей. Карьеру киноактрисы она завершила после рождения сына. В последние годы Пенкина хранила память мужа, работала директором музея Мулявина. «Конечно, это печальная вещь. Мы потеряли человека, который берег память Володину, память Мулявина увековечена достойно в нашей стране. И память о нем будет. И тут же и буду помнить и о Свете, и о его жене, которая была замечательной актрисой в свое время. И отдала свою жизнь для того, чтобы стоять на охране его творчества Мулявина». Так случилось, что именно сегодня вдоль бульвара Мулявина появилась символическая аллея славы. Вблизи Госфилармонии народные артисты Беларуси и представители крупных предприятий столицы высадили десятки голубых елей. Ренессанс Брестской крепости. Монумент памяти в камне, а именно тереспольские ворота в ожидании периода Возрождения. Проход через них временно закрыли. Причина – шаткость конструкции. Со сводов начали падать кирпичи, поэтому находиться под ними многочисленным туристам стало небезопасно. Сейчас над проектом реставрации работают специалисты. Тереспольские ворота – одни из четырех ворот кольцевой казармы, ведущих в цитадель. Проход для туристов организован через соседний Бурбакан. Дозвол, который мы получили из Министерства культуры, требует, чтобы были в ходе исследовательских и впоследствии проектных работ, и естественно, в ходе уже восстановительных работ, были сохранены особенности архитектурные, исторические. Продолжение следует...